Урбан. Программа о городских проектах. В эфире программа Урбан. В студии работы Дарья Топузлиева и Светлана Занько. И наш сегодняшний гость, глава города Кирова Илья Шульгин. Добрый день. Партнер программы – компания Куприт. Мы сегодня странным образом ведем программу Урбан, поскольку в эфире нашей радиостанции была профилактика до 12 часов, то мы записали первый час с Ильей Вячеславовичем. И этот первый час мы транслировали эту запись в прямом эфире, можно сказать, в группе ВКонтакте на первоисточнике и Эхо Кирова. И обязательно запись выложим сегодня днем на сайте эхо-кирова.ру. А расшифровка программы пойдет в ближайший номер газеты «Первый источник». «Источник новостей». «Первый источник» меня путает всегда. «Источник новостей» газеты, «Первый источник» сайт и группа ВКонтакте. Это новый формат выхода программы «Урбан», и мы благодарим наших партнеров. Первый час еще раз мы повторяем после часа дня, и на сайте он будет выложен. А сейчас мы пройдемся по вопросам радиослушателей, которые вы задаетесь по телефону 211-101. 211-101 – это прямой эфир. Кроме того, у нас накопилось еще несколько вопросов за время наших предыдущих эфиров, и срез мы делали в соцсетях. Вчера у нас была программа, на которой присутствует глава торгово-промышленной палаты Николай Липатников, а также состройщики. Мы оттолкнулись от темы, которая возникла вокруг дома Киселева, так уже он теперь называется, в народе, и затронули тему с подачи Николая Липатникова обозначения границ тех самых охранных зон, которые в том числе стали одной из проблем в строительстве, например, дома Киселева. Так вот, Николай Михайлович предоставил нам документ, который обсуждался, тема эта обсуждалась в ноябре 2017 года, документ по ее итогам обсуждения был подготовлен и, видимо, передан в администрацию и в правительство. Дело в том, что мы вступили в 73-й закон федеральный, а в объектах культурного наследия не подготовлено, поскольку менее 2% исторических памятников в городе Кирове имели эти охранные зоны. И сейчас мы пытаемся привести в порядок документацию, но дело идет достаточно медленными темпами. В связи с этим Дмитрий Сергеев, директор компании «Маяковская», вчера в нашем эфире напрямую обратился к вам, Илья Вячеславович, он, кроме того, Дмитрий Сергеев является главой союза строителей Кировской области, он обратился через наш эфир с предложением о расширении государственного частного партнерства в сфере определения границ охранных зон. То есть строительные компании готовы финансировать археологические изыскания и готовы финансировать составление вот этих вот зон, документаций для того, чтобы можно было быстрее двигаться в сфере получения документов на разрешение на строительство. А также он предложил регулярные встречи, не реже одного раза в месяц, профильного вашего зама, я так понимаю, господин Морозов этим занимается, с членами союза для совместного планирования развития территории города Кирова. Сергеев посетовал, что крайне редко они видят господина Морозова на своих совещаниях, хотя каждый раз приглашают его. И вот сейчас, вот буквально вчера, они эти приглашения в том числе послали и нам и просили передать в прямом эфире. Сегодня в 3 часа дня союз строителей собирается, они крайне заинтересованы в совместном планировании, каких-то совместных обсуждениях и действиях. Что вы на это скажете? Я могу сказать, что любое сотрудничество это в любом случае хорошее предложение, хороший знак для того, чтобы дальше уже можно было нам двигаться, как они хотят, быстрее, лучше, дальше. Вопрос с охранными зонами, он такой непростой. И вот, понимаете, много сейчас разговоров вокруг дома Теселева, что мнения разделились. Кто-то за то, чтобы продолжало строительство, имеет полное право, кто-то за то, что надо остановить, снести там и так далее. Да, мы вышли с иском. Вопрос очень простой. Нарушен порядок проведения, в том числе, строительных работ. То есть сначала все-таки люди должны получить разрешение на строительство, потом делать все остальное. А чтобы получить разрешение на строительство, необходимо собрать определенный документ, который на сегодняшний день не собран. Вот и вся интрига. Там интриги-то нет никакой. И поэтому было уже, не раз было сделано замечание, вплоть до губернатора, и администрация неоднократно на это обращала внимание. Человек выбрал позицию очень простую. Васька слушает Диест, как в басне у Крылова. Понимаете, ну это совершенно не устраивает, потому что у нас как-то вот и у вас на эфире там Дмитрий Михайлович Русских высказал, что вот там уважаемый человек договорятся, какая разница, мы все уважаемые люди. Вот нас 527 тысяч жителей города Кирова, мы все уважаемые люди. Но одни могут себе позволить строить без разрешения, как хочу, другие этого позволить себе не могут. Есть закон федеральный, есть закон местный, есть правила муниципальные. Их необходимо придерживаться. Все, кто будут эти законы нарушать, будут иметь вот такие же проблемы, как сегодня имеет господин Киселев. Вот и все. Все предельно просто. Можно напомнить, что Дмитрий Русский все-таки усомнился в том, что дом Киселева снесут. Он считает, что как он строился, так и его продолжат строить, и все это вот утрясется тут вот на местном уровне. Ну это его право, так считайте. Вопросов нет. Есть юридический ход вещей. Вот мы по этому пути и пойдем. А то, что я в эфире сказал, что никаких мировых соглашений мы подписывать не будем, это касалось того, что было предложено мировое соглашение примерно следующего содержания. Давайте я пока буду строить, а пока в суде мы будем разбираться. А давайте вот мы не будем этого делать. Или там в суде будем разбираться, пока документы тут, бумажки будут собирать. Вот ты сначала собери бумажки, принеси их в администрацию, получи разрешение на строительство, а потом строй. Или не строй. Если, например, министерство культуры скажет, что нельзя в этой зоне строить дома. Ну, значит, нужно будет с этим как-то разбираться. Но это не дело администрации разбираться этим, это дело интересанное, которое хочет построить дом. Ну, просто сомнения, мне кажется, это легко объяснить. В Кирове до этого никогда ничего не сносили. Не важно, строилось это до получения разрешения на строительство, после. Была против прокуратуры, были против суды. Все здания до сих пор стоят на своих местах. Чего уж говорить, строители вряд ли делали это просто по собственной инициативе или от недопонимания. Существовало, видимо, право на словах договариваться. Понимаете, вот почему-то сложилась такая забавная практика. Сначала человек что-то строит, а потом это узаконивает. А может быть, попробуй делать наоборот? Вот, потому что, ну, извините, сначала же вы берете ложку, потом начинаете есть. Не наоборот. Поэтому как-то вот есть масса практики, наработанной по всей России. В том числе по сносу незаконно построенных построек. Поэтому здесь как-то вот я на эту ситуацию смотрю предельно просто. Выполнены будут все мероприятия, согласовано все будет, вопросов нет. Просто, насколько я понимаю, место такое чувствительное находится возле Трифонного монастыря. И у меня единственное опасение, чтобы не был изменен веками сложившийся силуэт города. Я об этом уже говорил. У человека свои соображения по этому поводу. Да ради бога, я же ни с кем не собираюсь спорить. Есть суд, есть банальные какие-то мероприятия, которые необходимо пройти, чтобы дальше делать свои дела. Вот, пожалуйста, все это сделай. И после этого, пожалуйста, ради бога, все же в суде разрешится. И там уже не будет никаких двойных толкований. Сегодня будет судебное заседание по этому дому и по этой территории. Но все-таки процесс переговоров может как-то возобновиться. Потому что проблема, которая обозначена, вот я сейчас от торгово-промышленной палаты, от строителей вам озвучила. Это как раз отсутствие финансирования, отсутствие бюджетных средств на определение вот этих охранных зон в городе Киры. Напоминаю, менее 2% к 2016 году были определено этих самых зон. Что серьезным образом сказывалось на движении по строительству в исторической части города. Светлана Владимировна, понимаете, у нас огромное количество проблем. И вопросы финансирования, они же держивают развитие не только в этой части, но и в других. Вот мы с вами ранее обсуждали татуарную. Мы сейчас вот это конкретно обсуждаем. Я понимаю, просто если говорить о том, что вот на все денег не хватает, поэтому давайте собираться, и мы готовы профинансировать. Строители готовы, вот сегодня в 3 часа у них заседание. Если вы готовы финансировать, давайте собираться, давайте возьмем этот вопрос на контроль на рабочие, и ежемесячно будем по этому вопросу двигаться. Вопросов никаких нет. А давайте прервемся у нас, как слушатели. Только давайте мы сначала, вот сейчас, секунду. Только давайте мы прекратим проламывать, в том числе администрацию, своими хотелками. Вот я построил, вот давайте мне теперь это узаконите. Нет, ребят. Сначала все процедуры, общественное слушание, аккетурный конкурс, градсовет, все остальное. Иначе мы будем иметь бесконечно радужные вот эти вот торговые центры на улице Воровского. 211-101 номер телефона прямого эфира. Напоминаю, что это программа «Урбан», и в программе «Урбан» сегодня Илья Шульгин. Принимаем телефонный звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. И высказывайтесь. Меня зовут Сладянкин Владимир. Мне хотелось бы задать вопрос Илье Вячеславовичу. Пожалуйста. Илья Вячеславович, добрый день еще раз. Добрый день. Вы говорите о том, что нужно соблюдать закон. Я с вами полностью согласен, но с другой стороны хотелось бы знать. А когда администрация города Кирова начнет соблюдать законы, в том числе как решение областных судов, решение Верховного суда... Что конкретно вы имеете в виду, пожалуйста? Я сейчас объясню. Постановление правительства 322-12 марта. Мы в течение трех лет, разговор идет по адресу Молодая гвардия 102, район Кировского хладокомбината. Пытаемся получить разрешение на строительство и говорим, что там нет никаких охранных домов. А нам говорят, что есть. Мы выиграли все сутки, доказали, что там этого нет. Но администрация игнорирует это. Пытались попасть к вам на прием, записываться, но получаем отписки. И в течение трех лет, вот как каменная стена, задать вопрос. Если мы должны соблюдать закон, а когда администрация начнет соблюдать закон? А чем объясняла администрация в течение трех лет задержки в решении вашего вопроса? Тем, что они соблюдают центральное законодательство, а мы говорили, что этого нет. И решением областного суда, и решением верховного суда это было подтвердено. Что администрация надумана. Но имеется в виду, администрация не в лице, и Вячеславовича его тогда не было. А была администрация Быкова тогда, когда... Еще раз, пожалуйста, представьтесь, и какая кампания запросы отправляла в администрацию? Меня зовут Владимир Геннадьевич, я частный предприниматель. Владимир Геннадьевич, не кладите, пожалуйста, трубку. Оставьте свои контакты нашему редактору. Я думаю, что этот вопрос не в эфире требует разрешения, а какого-то частного порядка. В частном порядке. Мы, естественно, на результатах бесед с вами и соглашений скажем в дальнейших наших эфирах. 211-101, номер телефона прямого эфира, Илья Шульгин в программе «Урбан». Еще один вопрос, который нам хотелось бы задать. Озвучу я, воспользовавшись, я это часто делала, простите меня, слушатели, но своим служебным положением. Судьба недостроя в овраге засора. Хотелось бы ее еще обсудить. Дело в том, что там давно уже нет охраны. И вот в нем на этой неделе, на прошлой, видимо, уже поселились люди. Я сама лично делала пост в Фейсбуке. Любой желающий может зайти и посмотреть на этот пост с фотографиями. Люди там спят, живут, сушат одежду, одеяло. И до утра, поскольку это мне все прекрасно слышно, там крики раздаются, видимо, идут пьянки. Постоянно подростки туда заглядывают. Сама вот недавно буквально на днях двух десятилетних пацанов оттуда отгоняла. Они так поступали потихонечку и говорили, кто там есть, кто там есть. И хотели зайти. А там творится черти что, я вам прямо скажу. Местные жители и я, в том числе, вызывают милицию. Они туда приезжают, на время все стихает, но тем не менее. Вот этот недострой, он не просто уже бельмо на глазу, а это уже действительно опасный объект. Я лично могу ручаться за то, что то, что там происходит, это опасно для жизни и детей, и взрослых. Ну, не говоря уже о том, что, конечно, это излюбленное место общественного туалета во время мероприятий всяких. Вот 9 мая, когда было, оттуда потоки просто людей шли из этого здания. Что с этим можно сделать? Я знаю, что администрация и вы, в том числе, этим домом занимались. Ну, я могу сказать, что этот вопрос можно разделить на две части. Во-первых, то, что сегодня там происходит, это предмет внимания пристального органа в правоохранительных. Но они только по запросу действуют. Вот они приехали, сняли, вот, как говорится, жар, дали таблеточку, прогнали там кого-то. А наутро, я смотрю, опять ботиночки сушатся с платьями. Ну, значит, будем постоянно этим вопросом заниматься и возьмем его на контроль. Потому что, вот, вы же мне присылали все эти фотографии, мы после этого начали заниматься. А что касается в целом этого объекта, недостроя, то на сегодняшний день департаментом муниципальной собственности проводится мероприятие вместе с департаментом по определению дальнейшей судьбы этого объекта. Потому что, к сожалению, хозяйка недоступна, какие-то переговоры с ней ввести уже, ну, я так понимаю, на протяжении последних нескольких лет не удается. Поэтому мы пошли, так скажем, иным путем. И на сегодня я могу сказать, что, ну, я думаю, что в течение года мы эту проблему преодолеем, чтобы этот объект можно было дальше ввести в дальнейший оборот. И либо достроить, либо снести, ну, в общем, сделать с ним что-то осмысленное. Эта работа, она ведется вот в администрации прямо сейчас, она у меня на контроле. Вопрос от читателей ВКонтакте. ВКонтакте в какой группе? Первоисточник или Эхо Кирова? Я, к сожалению, сейчас не скажу, потому что я вот просто их распечатала, да? Оксана Балезина интересуется, что планируют делать с пепелищами исторических зданий, в частности, Орловская 42. Дом горел несколько раз и пугает своим видом всех прохожих. Орловская 42 – это один из тех домов, которые, ну, вот, расположены на участках в центре города, о которых я говорил как раз сейчас, необходимо на такие дома. Там по Орловске он не один такой дом, просто он, ну, как бы, горел, а все остальные там каменные на противоположной стороне дома. И вообще в центре города масса их домов, и деревянных, расселенных, и так далее. На каких-то домах есть обременение, чтобы это не является объектами культурного наследия, но, тем не менее, являются домами, формирующими облик центральной части города. Поэтому их необходимо реконструировать с сохранением их облика. На сегодняшний день занимаемся поиском инвесторов на все эти работы. Это работа очень понятная. Очень похожая работа была в свое время проведена в Казани. То есть на каждый объект был найден инвестор, который за свой счет его реконструировал и получил его в пользование. Поэтому здесь, я думаю, что есть масса механизмов, уже наработанных в России многократно. И все эти механизмы будем применять. В том числе этим будет заниматься зам по инвестициям. То есть все эти объекты у вас... А Роская-40... Это чайный домик? Чайный домик, да. У него уже сгорела крыша, буквально совсем недавно. То есть все эти объекты, они уже на карандаше, и с ними действительно будут что-то делать. Под каждый этот объект искать инвестора, правильно я понимаю? Конечно, да. Продолжается программа «Орбан». Илья Шульгин у нас в студии. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы не прервались еще. На полминуты должны прерваться. Урбан. Программа о городских проектах. Илья Шульгин в программе «Урбан». Дарья, ты послевает, пожалуйста. Так как Светлана Занькова воспользовалась служебным положением, я тоже воспользуюсь. Меня на самом деле интересует вопрос, касающийся, опять же, исторического центра, но в контексте наружной рекламы, о которой мы в «Контакте» говорили с 11, а в радиоэфире будем говорить с часу. Входные группы магазинов, расположенных в историческом центре. Ну, правда, на это больно смотреть. Вот эти желтые короба с красными буквами. Вот в контексте изменения правил благоустройства как-то будут приводиться вывески магазинов, вот эти вот штендеры. Даша, я могу пойти дальше. Меня отлично. Я не знаю, сейчас, может быть, меня слушатель не поддержит. Совершенно не устраивает, например, оформление в том числе и сетевых магазинов. Я могу открыто сказать, я не знаю, на меня в суд подадут за это пятерочка с магнитом или нет, но меня лично унижают, когда что-то все закрыто, это заходишь. Ладно, что внутри мы сейчас не обсуждаем, но внешне это выглядит достаточно убого, и это как-то вот мой эстетический вкус и вкус потребительский, честно говоря, коробит. Причем можно еще... Но мы, наверное, на федсети не можем влиять, я не знаю. К вопросу о федеральных сетях в том же самом Амстердаме, прошу прощения, что привожу в пример европейский город, Макдональдс, улица, которая недалеко от площади Дам находится, мы этот Макдональдс даже не сразу заметили, потому что Макдональдсу пришлось играть по местным правилам, и они избавились практически от всех своих корпоративных цветов. В Москве и в Казани. Ну, в Казани еще не так, чтобы все зачистили, но окна не заклеивают помидорками. То есть это можно делать? Это можно и нужно делать. Вот как раз об этом мы говорили, то, что в первой части эфира. Что нас ожидает? Вот рекламщики очень переживают, и сети переживают. Я могу сказать, что в нашей стране был опыт, когда на Олимпиаде в Сочи компания Кока-Кола изменила свои цвета. Они, ну, поскольку был разработан определенный бренд-бук под парк Ривьера в городе Сочи на время Олимпиады, там были разработаны определенные специальные павильоны, не стационарные, в том числе для продажи напитков. И цвет был согласован коричнево-бежевый. И ничего сделала компания Кока-Коле? Кока-Коле было предложено изменить свои цвета в рамках той работы, которая была проведена администрацией города Сочи. Кока-Кола возмутилась, сказала, что мы делать этого не будем. Сказали, хорошо, вопросов нет, тогда ваше место займет Пепсикол. Вот и все. Через два дня все было согласовано. Поэтому, понимаете, тут вопрос федеральных сетей и федеральных международных игроков. Они же прекрасно все понимают и проводят свои исследования, и прекрасно знают, где есть так красные линии, через которые им переходить не стоит. И если говорить, например, Пятерочка, все наши федеральные игроки, у меня, честно говоря, то, что вы назвали, магнит Пятерочка, такого раздражения не вызывает. Больше вызывает раздражение наши алкогольные сети, которые у них в брендбуке прописаны, как они должны быть оформлены внешне. И это очень ярко. И самое смешное, что, боюсь, тут можно найти признаки нарушения федерального законодательства. Потому что, например, известная сеть имеет на своих поверхностях изображение алкогольных напитков и сигарет, что, в принципе, запрещено. И об этом как-то все забывают. Поэтому вот к этому еще нужно присмотреться повнимательнее. Поэтому по улицам ходят дети, и вот это все они должны видеть. С этим будете бороться? Ну, конечно. Ну, что касается, кстати, федеральных сетей, та же Пятерочка и Магниты, я не знаю насчет Магнита, не могу привести такой пример. А у Пятерочки тоже точно есть разные дизайны. У них есть, и в том числе в нашем городе, магазины с открытыми все-таки витринами, с открытыми окнами, гораздо более привлекательные. Вопрос просто, видимо, какой-то воли и финансирование этих историй. Ну, и потом все-таки я бы хотел сказать, что, наверное, воли и финансирование все здорово. Но мы давайте будем последовательно решать задачи, начиная с все-таки определенных приоритетов. Сначала качественные дороги, проходимые тротуары. Внешний вид тоже важен. И тут нужно начать не революционно, как говорится, со всеми побороться, а просто ввести определенные правила. Потому что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Казани это все делалось не за один день. И могу сказать, что это делается до сих пор. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, если вы посмотрите, фотографии возьмете последние 5 лет, то мы тоже увидим определенные изменения. И Москва, я могу сказать, что она отказалась от каких-то больших баннеров, которые были раньше в центре Москвы. Если раньше еду по центру Москвы, и площадка, которая огораживала раньше бывшую гостиницу России, там стройплощадка была, там висел огромный баннер, просто циклопический баннер компании BMW. И там в натуральную величину были машины размещены на нем. То есть такая была как будто бы полоса, по которой несутся машины. И это все же в итоге было убрано. Хотя, в принципе, я понимаю, что за это компания платила огромные деньги в бюджет. У нас есть телефонный звонок, 211-101, выводим слушателя. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, да, и предлагайте. Меня зовут Антон. Я бы хотел додать несколько вопросов. Первый вопрос, Илья Вячеславовичу, собственно, по центральным улицам, вот здесь последние несколько недель, закатывают, перекатывают, хороший асфальт на новую, меняют, когда на соседних улицах ямы по колено. Собственно, можно я сразу вопросы задам? Давайте еще один, и все. И все, давайте уважать других людей. Еще тогда вопрос. Улица Лурицкого. Я уже звонил мне единожды. Значит, на протяжении от кратноармейской до милицейской, там как бы даже асфальт, хотя асфальт там был до 2014 года, разбили камазами, которые на гуру возят мусор, землю там попала. Тер-управление никаким образом не может повлиять. То есть они знают, они в курсе, как-то даже позванивались с ними, сказали, что мы, может быть, что-то сделаем. Но так все это и осталось в таком виде. Спасибо. Спасибо, да. Я повторю вопрос слушателя для наших зрителей ВКонтакте, потому что им не слышно. Антон интересуется, почему в центре города хороший асфальт меняют на хороший, в то время как, например, на улице Урицкого местами асфальта нет вообще. Мы сейчас в Театральную площадь, очень хорошо подготовки к 9 мая видели, да? В принципе, неплохой асфальт, совсем неплохой асфальт сменился в очередной раз. Это происходит почти каждый год. Людям, видимо, обидно. Ну, я могу сказать, что все эти вопросы, понятно, что... Ну, вот то, что Антон спросил, где... Хотелось бы понять, где хороший асфальт меняется на хорошее, потому что регулярно... Ну, здесь улица Деревья, а на самом деле регулярно меняют асфальт. Театральная площадь у правительства. Ну, понимаете, вот если говорить про определенные участки, где-то он хороший, где-то он не очень... Все-таки в этом году в рамках программы БКД есть задача привести максимальное количество дорог в городе в нормативные. У нас пока до этого пока еще очень далеко. И мы надеемся, что эту работу мы сможем завершить в ближайшие там 2-3 года. Что касается сегодняшних работ, то все эти планы были согласованы еще 2 года назад, и мы сейчас по этим планам двигаемся. Поэтому говорить о том, что вот специально мы заменяем хороший асфальт на хороший где-то, я думаю, что все-таки это, наверное, не совсем так. Ну, это же очевидный факт. Очевидный факт, на театральной площади ровный асфальт, совпадение, не думаю. Конечно. Ну, вот я на моей памяти на театральной площади асфальт меняется впервые. Нет, не на самой театральной площади, а вокруг правительства. А на проезжей части, вот понимаете, вот я не знаю, вы по этой дороге ездите или нет, но и на проезжей части возле правительства были и трещины, и ямы, и по этой улице, ну, особо не разъездишься. И сегодня то, что мы сделали, это, во-первых, вот буквально выходные, все видели, там была очередная авария у ККС, были раскопки, все это сделали. Закатали. Сейчас мы это все приводим в прежний вид. Улица приобретает, ну, нормальное покрытие. Вопрос, в следующем году там снова будут катать новый асфальт? Я не думаю. А что касается участка улицы Урицкого, на который указал наш слушатель, вы взяли на карандаш, я вижу, записываете. Будете проверять, что с ним? Нет, там проверять нечего, там, на самом деле, отсутствует асфальт. Я могу сказать, что вся улица Урицкого, Горбатая, так скажем, там огромное количество ям от улицы Красноармейской в сторону улицы Горбачева. Либо сложно проехать, там ямы по колено. Вот. Там, где ямы по колено, там будем проводить либо ямочный ремонт, если улица не вошла в программу БКД, либо ремонт картами, так называемые. Ну, то есть, определенный кусок снимается, фразируется и закатывается в новое полотно. А что касается улицы Урицкого, от Красноармейской до Милицейской, это вопрос последних 10 лет. Тамошний арендатор, который использует склон для своих целей, там, горнолыжная база Калинка-Морозов, почему-то вот решил, что можно на этом склоне проводить работы по отсыпке склона, не согласовав эти работы ни с кем. Буквально сейчас, сегодня утром у меня было по этому поводу совещание. И неоднократно Министерство охраны окружающей среды этому арендатору указывало на то, что... Господин Морозов это, да? Господин Морозов, да, Николаевич, указывало, что нельзя проводить эту работу без согласования, без проекта. Но, тем не менее, почему-то человек не слышит. К чему пришли сегодня на совещание? Пришли к тому, что необходимо обратить особое внимание на режим использования этого склона, потому что сегодня те работы, которые были проведены арендатором, привели к тому, что мы имеем оползнеопасный склон. Что значит обратить внимание? С этим склоном что в ближайшее время произойдет? Вот с этой улицей склон, да, а улица сама? Улица сама? Ну, улицу саму необходимо в том числе вносить в программу БКД, если говорить всерьез, что там нужно восстанавливать дорожное полотно. А дорожное полотно, я так понимаю, оно постепенно утрачивалось по мере завоза тяжелой техники и грунтов на склон коленки Морозова. То есть в Морозово будет запрещено передвигать все эти тяжелогрузы, эти тяжеловозы, да, там по этой дороге? Уже запрещено. Запрещено. Но, тем не менее, в прошлом или в позапрошлом году эти работы продолжались. И сегодня уже, так скажем, этот вопрос находится на контроле у губернатора, чтобы склон привести в первоначальное состояние. Потому что, на самом деле... Сносить горнолыжную базу? Нет, нет, это дело не в том, что часть участка, который используется под горнолыжную базу, находится на территории особо охраняемой территории природного памятника. Под Кикимовой горой есть большое количество родников. Вообще, в свое время, там был городской водозабор. Там был водозабор в центре города Кирова. Это было там в 50-е, 60-е годы. Там есть еще с царских времен оставшиеся галереи. Нам надо сейчас выходить на перерыв. Что решили? Что будет с этим участком? Включать БКД будете на следующий год? Или от чего это зависит? Вот участок уриска от Косновомерска до Министерской будем включать в БКД, чтобы эта улица была проезжей. Приверемся буквально на полторы минуты. Слушатели, которые сейчас у нас на связи, мы подключим после рекламы. Партнер программы – компания «Куприт». Урбан. Программа о городских проектах. Приятно, когда у нас есть, конечно, прямая трансляция. Кроме того, что в эфире еще и в группах ВКонтакте целых двух СМИ. А помогает нам представитель третьего СМИ. Информация, которую мы, безусловно, пользуемся. Я имею в виду бизнес-новости в Кирове. У нас есть телефонный звонок. Слушатели все еще с нами. Давайте выведем его в эфир. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, представьтесь и коротко ваш вопрос или просьбу. Хорошо, меня зовут Андрей. У меня к Илье Вячеславовичу вопрос по качеству кронирования деревьев в городе. То есть больше обрубков каждой весной. Возможность есть, наверное, в ТЗ предусмотреть какие-то нормы цивилизованные, чтобы не было обрубков. И второй вопрос по высаживанию сразу же саженцев уже взрослых деревьев. Как кто же во всем цивилизованном мире делается? Ой, спасибо вам большое за этот вопрос. Вопрос мы озвучим для зрителей ВКонтакте. То, что называется сейчас модным словом топпинг, кронирование деревьев. Потому что на самом деле в городе стало многое вместо деревьев, какие-то палки. Вот одни палки. И вопрос по саженцам о том, что в крупных городах высаживают уже сразу большие деревья. У нас вот все вот эти вот кустики, половина, ну не половина, но треть, мне кажется, не приживается. Откопаны где-то на окраинах, палочки какие-то сажают. А у нас всегда, вы знаете, конечно, нехорошо заглядывать в чужой карман. Но когда опубликовали зарплаты чиновников, оказалось, что самый высокооплачивый чиновник администрации – это глава дирекции зеленого хозяйства. Вот идешь и смотришь на эти обрубки, как сказал сейчас слушатель, и думаешь, ну, интересно. Не будем зарплату обсуждать, обсудим формирование круга наших деревьев. Вы уже начали ее обсуждать, но просто этот вопрос никак не связан между собой. На самом деле, то, что вот вопрос прозвучал, на самом деле, что называется, в десятку. Потому что то, что мы видим на улицах эти обрубки, ну, во-первых, за обрубки могу сказать, что они очень быстро обрастают зеленой кроной, которую опять нужно стричь. Но это особенность вот этих деревьев. Так растут у нас и тополя, и американские клёны, которые, в принципе, нужно из города потихонечку убирать. Потому что тополя является источником пуха, а американский клён – ну, такое мусорное дерево, которое очень быстро израстается, и потом непонятно, что с ним делать. У нас весь город в американском клёне, причем вот эти вот поросли молодые, которые закрывают вообще все в нашем городе. И улицы, и реки наши малые, и все остальное. Если говорить о том, что принято во всем мире высаживать крупномерные, то я абсолютно с этим соглашусь. И сегодня как раз администрация берет курс на то, чтобы проводить реновацию зеленых насаждений в городе. Именно таким образом, что мы убираем деревья, те, которые уже являются либо аварийными, либо, ну, уже не выполняют свои функции даже чисто эстетически, такие деревья заменять, особенно в центре, на крупномеры, причем ценных пород деревьев, таких как традиционно – это липа, ясень, кое-где, возможно, дуб, какие-то хвойные. Ну, это, над этим в ДЗХ уже поручено заниматься очень серьезно. Другой вопрос, что у нас пока мы определенным образом ограничены в бюджете, потому что все-таки такая техника, которая позволяет такие работы проводить, она довольно дорогостоящая. А в городе вообще есть такая техника? Ну, вот, сейчас не скажу, но, скорее всего, что нет, потому что нам необходима технику по уборке пней от спиденных деревьев. Это такая операция вроде бы, с одной стороны, простая, с другой стороны, я понимаю, что вот сегодня наработан в мире опыт, как эти работы проводить компактно, не, так скажем, не затрагивая окружающую среду, тем более, что у нас БКД, мы дороги не должны проводить, мы тротуар не должны проводить, а деревья должны убрать, и не должны убрать, и на это место посадить новые деревья. То есть такая работа технически, с одной стороны, непростая, с другой стороны, есть для этого специальная техника, которую, если ее у нас нет, то ее необходимо закупать. А крупномеры, ну, тут вопрос очень такой, знаете, простой. То есть, с одной стороны, необходимо крупномеры закупать в питомнике, но у нас питомников, которые выращивают дубы массовые или там липы, их нет. На территории региона. Да, поэтому вот здесь необходимо в этом плане, так скажем, серьезно поработать. Ну, или, как говорится, по одежке протягиваю ножки, то есть, ну, надо посмотреть, как можно, где возможно хвойные. Потому что у нас, в принципе, в окрестных лесах, полях, заросли всего этого дела. Да, но, к сожалению, хвойники в Кирове не растут, в городе. Хвойники в Кирове не растут, понятно. Но вот сегодня ДЗХ поставлена задача с точки зрения ботаники, с точки зрения агрономии подобрать оптимальные, так скажем, зеленые насаждения, которые могли бы полноценно заменить то, что мы сегодня видим на наших улицах. Это американский клёный тополь. Значит, в этом году мы не ожидаем, пока того, что изменится ситуация и начнут кронировать деревья так, как хочет наш слушатель. И мы тоже присоединяемся, и крупномеры будут высаживаться. Задача такая поставлена, и, возможно, в следующем году мы участки такие уже увидим. Да, да. Еще один вопрос, который предложили городские активисты. Они предлагают разработать единый стандарт в устройстве контейнерных площадок или, скорее, может быть, нестандартных их оформлений. Достаточное количество контейнеров – это понятный запрос. Внешнее оформление с озеленением, например, кустарником или девичьим виноградом, если позволяет территория. Кроме того, озвучилось предложение обустройства таких площадок, запирающихся на ключ. Ключ у каждого жильца с целью ограничить доступ к площадкам лицам, не оплачивающим вывоз мусора. Имеют в виду в большинстве своем юридические лица, которые договоры не заключают, а мусор свой выбрасывают на площадках, которые принадлежат домам. – Абсолютно так. На сегодняшний день, сегодня этот вопрос мы уже неоднократно обсуждали и с министерством охраны окружающей среды, и обсуждали с нашими операторами, в частности, с САХом. То есть это такая общая проблема, и решение у нее классическое. Вот то, что вы сейчас сказали, это организация площадок с ограниченным доступом. То есть те, у кого есть договор, делают соответствующие электронные ключи, которые позволяют на эту площадку зайти и мусор комфортно там разместить. Удобно, быстро, без каких-то дискомфортных, ну, без каких-то негативных эмоций, что называется, потому что выброс мусора сегодня – это не всегда приятная процедура. А что касается сбора денег, ну, понятно, что те небольшие офисы, которые так же, как и все остальные, накапливают мусор, они его несут на открытые площадки и, не заключая договора, вроде бы как бы пользуются, не вроде, а пользуются услугой, что на сегодняшний день мы, к сожалению, себе позволить не можем. Поэтому у меня просто призыв к элементарному здравому смыслу. Любой бизнес работает в условиях рентабельности и окупаемости. Так вот, уважаемые коллеги, давайте как-то вот все проявим свою гражданскую сознательность и заключим договора. Потому что я понимаю, что, возможно, призывать к этому само по себе бессмысленно. Человек, если не хочет, то не заставишь. Но будем заставлять именно организации подобных площадок. Потому что могу сказать, что в мире уже накоплено огромное количество опыта по этому поводу. Для меня такой крайний пример – это Япония, где существуют отдельно построенные здания, в которых накапливается мусор, в которых происходит очень серьезная его сортировка. Сортировка на разные фракции. Батарейки отдельно, банановые кожурки отдельно, стекло отдельно, пластиковые бутылки отдельно, пакеты отдельно, конверты отдельно, картон отдельно. Ну, там подробнейшая градация. И это все понятно, что такой подход могут себе позволить высокоцивилизованные, так скажем, страны, к которой лично я отношу и Россию. И мы просто к этому неизбежно придем, потому что иначе мы будем завалены полигоном такими свалками, как Костина, которые требуют рекультивации. Мы сейчас выведем слушателя в эфир. У него тоже вопрос по контейнерным площадкам. А еще один у нас вопрос, который мы обещали задать, по тому, будет ли все-таки у нас в Кирове в октябре урбанистический форум или нет, мы обязательно осветим. И его услышат, ответ на него услышат те люди, которые смотрят нас сейчас в ВКонтакте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Коминтерн. Да, Сергей. Вот такое впечатление, что мы живем не в Кирове, а где-то в Африке. Давайте вопрос сразу, пожалуйста. У нас постоянно бачки, около бачков кучи мусоров. Вывозят их очень нерегулярно. Около бачков кучи мусоров. Сергей, у вас есть договор на вывоз мусора? Конечно, конечно, конечно. У нас же это не частный дом, это большая многоквартирная дома. У вас многоквартирный дом и рядом с бачками с мусором свалки, правильно? Постоянно свалки, вывозят нерегулярно. Регулярно. Спасибо. Ну, такая типичная проблема. Алла Викторовна Албегова недавно делала пост, что буквально в Кировской области насчитывается 61 свалка отходов в границах населенных пунктов. И обращала внимание также на то, что скапливается мусор у официальных вот этих площадок. Мы начали об этом говорить, что люди, которые не заключают договоры, сваливают мусор. Но тут, наверное, все-таки еще и вопрос о недостаточности контейнеров на самих площадках тоже. Сколько в среднем? Три, наверное, да? Стоит четыре? У нас один. Ну, давайте так. Значит, тут по поводу обращения Сергея из комментариев, я могу сказать, что вопрос я сейчас возьмем на карандаш, чтобы эту ситуацию серьезно поправить. Что касается свалок, которые требуют рекультивации, то есть на территории Кировской области 61 свалка в городе Кирове таких свалок, которые требуют рекультивации, их две. Обе они находятся в Кочино. Это бывший полигон, бывшая свалка, которая закончила свое существование в пятом году. И рядом расположенный полигон, который у нас до сих пор действует. Значит, могу сказать, что по этим всем объектам документация на рекультивацию полигонов в Костино уже есть. Ее надо откорректировать и пройти экологическую экспертизу. Эта работа займет примерно 2018-2019 год, после чего эту свалку можно будет рекультивировать и войти в федеральную программу. Потому что на сегодняшний день, согласно указу президента 7 мая этого года, в принципе, уже определены сроки, когда подобные объекты должны быть рекультивированы. У нас время заканчивает с прямого эфира на волнах нашей радиостанции 101.0. Но мы продолжаем трансляцию ВКонтакте. У нас остается еще один вопрос про урбанистический форум в октябре. Через короткий промежуток времени, после того, как закончатся наши новости в прямом эфире, мы Илье Вячеславовичу зададим этот вопрос.